Дрожище, ты когда-нибудь играл в морской бой на бумаге, а? Я вот очень любил поиграть в неё на уроке в школе с соседом по парте. Было очень здорово. И так вот, недавно я наткнулся на похожую игру, только уже на компьютере. Называется она World of Warships. Она реально затягивает. Там очень много самых разных кораблей, начиная от катеров и заканчивая авианосцами и эсминцами. А ещё, если ты зарегистрируешься прямо сейчас по ссылке в описании, то получишь шикарный подарок. А именно, премиальный крейсер Албании и 2 миллиона серебра. Как мне кажется, очень круто для старта. Поэтому скорее переходи по ссылке в описании и начинай покорять морские просторы. Йоу, ребятки, как делишки? С вами снова Райли. И сегодня, в этот восхитительный денёк, я вам расскажу о всех секретах могил, которые есть в GTA 5. Каждая из них хранит в себе очень много тайн. О том, как она появилась, что там находится и тому подобное. И я уверен, вам будет интересно. Поэтому прошу вас, если не сложно, оцените это видео своим большим пальцем вверх. Мне будет очень приятно. Ну и, конечно, усаживайтесь поудобнее и погнали. Первая могила, которую мы сегодня рассмотрим, находится на холме рядом с горой Горда. Эта могила изолирована от всех остальных. И очень странно, что она расположена именно здесь. Рядом с ней нет никаких цветов, людей, кто бы мог бы приходить, навещать её. Даже надгробия так такового нет. Вокруг только один мусор, банки и бутылки. Неподалёку от этого места находится маяк и дом, в котором живёт девушка по имени Урсула. С которой мы знакомимся в одном из случайных событий, где должны её довезти сюда домой. Эта девушка на самом деле психически больная. Во время разговора с ней узнаём, что её садовник заболел и сам упал с обрыва. А последний человек, который её подвозил, задохнулся собственной рукой. Конечно, понятно, что это дело рук Урсулы. И, возможно, в этой могиле кто-то из этих людей похоронен. А может быть, даже и оба. Также рядом на горе Горда в 23.00 появляется призрак девушки, который убил муж, толкнув с обрыва. И кто знает, быть может, это её могила. Далее мы отправляемся к могиле Бреда в Северный Янгтон. Туда можно попасть либо с помощью трейнера, либо модов, либо же во время миссии под названием «Зарыть топор войны». Где Тревор летит в Северный Янгтон, чтобы выяснить, кого же похоронили вместо Майкла после ограбления банка в прологе. И после раскопок выяснилось, что там лежит Бред. Затем же появляется триада, которая приехала за Тревором. Тревор, соответственно, убегает, а Майклу остаётся отбиваться от этой банды. Также во время перестрелки можно залезть в могилу и досконально её изучить. И это на самом деле один единственный раз за всю игру, когда нам даётся возможность посмотреть вовнутрь могилы. Если же вы вне миссии телепортируетесь с помощью трейнера к могиле Бреда, то увидите просто открытую могилу с надгробием, где написано «Майкл Таунли» и больше ничего. На следующую могилу мы можем наткнуться во время случайного события под названием «Похороны», где двое бандита пытаются заживо похоронить девушку. И разобравшись с ними и доставив девушку домой, вы получите вознаграждение в размере 60 тысяч долларов. Потом, если вы прилете обратно на это место, то увидите просто пустую свежевырытую могилу. И выглядит это немножко жутковато. И, наконец, переходим в заброшенную шахту. Эта шахта, видимо, когда-то использовалась для добычи угля. Однако некоторые утверждают, что здесь добывали золото. Так вот, если идти вглубь шахты, то на развилке железной дороги вы увидите труп мужчины, одетого в классический костюм 40-х годов 20-го века. Зовут его Исак, или же Айзек, не знаю как правильно вот. Это актер, которого убили в 1949 году. Вид у него очень жуткий, лицо практически разложилось. Также многие игроки сообщают о наличии призрака в этом месте, загадочных звуках и шагах, которые можно услышать после того, как мы пройдем труп Исака. Конечно, это всего лишь миф, но вы его можете самостоятельно проверить, походив в этом жутком месте какое-то время. Ну что же, заброшенная шахта заканчивает видео, и приветик от меня сегодня получает Максим Вахлов. Приветик тебе, Влад Данилов, и большой пламенный приветик тебе, Стас Гордиенко. Спасибо вам, друзья, огромное за вашу поддержку и за то, что вы меня смотрите. И также большое спасибо тебе, бро, что остался и досмотрел до самого конца. Не забудь поставить лайкосик, и конечно же подписаться на мой канал, если не подписан. И жми на колокольчик, в общем, вот штучка для подписки, и глянь вот эти видосы. И с тобой был как всегда, Райли. Желаю тебе удачи, оставайся таким же классным, не болей, и увидимся в новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok